Самые достойные семьи региона сегодня честовали в областном центре. Были подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Из 44 претендентов на почетные звания отобрано 17. В числе награжденных молодая семья Капковых из Мурома. Обладатели приза конкурса «Ладья семейного счастья» покорили сердца членов конкурсной комиссии. Муромская пара Капковых в этом году победитель номинации «Молодая семья». Анатолию и Екатерине едва исполнилось по 25 лет, а они уже готовятся стать многодетной семьей. У пары есть один ребенок, теперь ждут двойняшек. Их супружеская жизнь началась в студенческие годы. Они в одной группе учились в Муромском институте в УГУ. Нас так свела судьба, что моя группа не набралась. Я поступала совершенно в другую группу. И так получилось, что меня перевели к нему. Их было 30 юношей. И вот как-то так, из 30 юношей мы поженились после второго курса. Нужно понимать друг друга, поддерживать. Все начинается с дружбы. Пока семья Капковых набирается опыта супружеской жизни, Чита Осиповых готовится отметить бриллиантовую годовщину свадьбы. Вячеслав и Эльвира вместе 57 лет. Сегодня они призеры номинации «Золотая семья». Оба супруга ведут широкую общественную работу, в ходе которой всегда делятся опытом семейной жизни с молодежью. Я узнал там, что 33% молодых семей разводятся только из-за быта. Так что вот, раз мы встречаемся с ребятами, мы говорим, ребята, вот давайте семейную жизнь создавать, чтобы все сообщать, делать вместе. Тяжело, достались 57 лет-то. Хоть и все говорят, вот семья, семья, счастье, здоровье, а знаете, сколько надо соли-то, говорит, съесть. Не только, говорит, воды выпить, а и соли съесть. Поэтому мне бы вот хотелось пожелать нашим молодым сейчас семьям, любите друг друга, уважайте, уважение – это очень большое дело. Дипломы и подарки от областной администрации сегодня также получили лауреаты номинации «Сельская семья, многодетная» и «Семья-хранитель традиций». Из наград не ушли все участники регионального этапа. Отметим, что поддержка материнства и детства – это одна из основных обязанностей органов власти всех уровней. Ежегодно на социальные выплаты матерям и детям выделяется более 2,5 миллиардов рублей. Ведется активная поддержка многодетных семей.